Твои внутренние ресурсы, твой успех в твоих руках. И наш следующий гость на собственном опыте в этом убедился. Внимание на экран! Спортсменка! Сослуженный мастер спорта. Победитель и призер более 20 международных и национальных турниров по кроссику. Спортсменка года среди неолимпийских видов спорта. Трехкратная чемпионка мира. Четырехкратная обладательница Кубка Украины. Победитель Арнольд Классик Европ. И абсолютная чемпионка мира по фитнесу 2017 года. Оксана Арабец. Встречаем! Оксана является членом клуба и отрасли потребителем продукции компании Горал Фланд. И сейчас она расскажет свою историю успеха. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Всем-всем! Добрый день! АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте! Привет, балкон! Я знаю, что вам там сейчас. Хочется тоже, чтобы вас услышали. Привет, привет! Здравствуйте всем! Привет, балкон! Мне очень приятно, что сегодня я нахожусь здесь. Вы знаете... Можно мою презентацию, пожалуйста? Хорошо. У меня тема выступления, провалы. Это лучшее, что со мной происходило. Почему у меня такая тема? Вы знаете, все рассказывают о успехе. Все рассказывают... Мы все видим красивые фотографии. Мы все видим красивые видео. Но никто не знает, какая работа стоит за этим. И сколько раз надо упасть, прежде чем дойти до своей вершины. Я уверена, что многие из вас были такие дни, когда ничего не получалось. И я сейчас говорю не о тех днях, когда вы проспали, опоздали на работу, или кто-то купил перед вами последнюю чашку кофе. Я сейчас говорю о тех днях, когда вы действительно очень тяжело работали, долго работали, упорно работали. И, к сожалению, не пришли к своей цели. Пожалуйста, следующий слайд. Я верю, что у Бога, у Вселенной есть планы, и они намного грандиознее, нежели то, что мы можем себе представить. Каждый раз, когда у меня что-то не получалось, я думала, зачем это дается. Сегодня я вам расскажу три истории. Три истории своей спортивной жизни, своей спортивной карьеры, которые максимально повлияли на мою жизнь. Дальше, пожалуйста. Потому что я верю, что самые провальные и неудачные моменты могут стать самыми мощными трамплинами. Итак, первая история. Она случилась со мной год назад. Я готовилась на соревнования по кроссфиту. Поднимите руки в зале. Кто знает, что такое кроссфит? Ух ты, как приятно. Смотрите, это соревнование по функциональному многоборью, где главная задача найти на более физически подготовленного атлета. То есть атлеты не знают, какие будут задания даваться. Я готовилась очень тщательно. В течение двух месяцев перед турниром, на пять, на шесть часов, ежедневно я оставалась в зале и тяжело работала. И я хотела победить. И я хотела первое место. Дальше, пожалуйста. И первое задание, когда я приехала на турнир, нам необходимо было проплыть определенное количество метров на САПе. САП — это такая доска. Я впервые ее увидела. И какое же было мое удивление, когда из шестидесяти участников не поплыл только мой САП. С горем пополам я дошла до финала. Конечно же, последний. Я не очень расстроилась, потому что впереди было еще три турнира дня и около десяти заданий. Поэтому мне было время, чтобы набрать баллы. Следующее задание было проехать десять километров по пересеченной местности на велосипеде. Ну, ничего сложного. Первых шесть километров я лидировала с большим отрывом. И потом что-то произошло. Что-то щелкнуло в велосипеде. Он остановился. Я не смогла его починить. И следующие четыре километра я прошла пешком под мышкой со своим велосипедом. Конечно же, я пришла в последнее на тридцать минут позже худшего времени. Тут я уже подумала, что-то не так. Надо... И в шутку сказала. Но если завтра еще штанга упадет, будет полный комплект. Вы знаете, зря сказала, если честно. Следующий день начался для меня очень успешно. Я выиграла два задания. И это была середина турнира. Надо было поднимать штангу. Тяжелоатлетический рывок. И с первой же попытки на помосте штанга падает. И я получаю очень серьезный ушиб. И вместо того, чтобы найти себя на фидестале, я оказываюсь в машине скорой помощи, где меня вкачивают успокоительной, потому что я рудаю, потому что я понимаю, что не могу дальше продолжать соревнования. И потому что очень больно мне давали обезболивающие. В тот момент для себя я поняла, что даже если ты максимально подготовился и сделал все, ты не можешь контролировать все внешние факторы. Но ты можешь контролировать свое отношение к тому, что происходит. Конечно же, это произошло не прямо в тот момент. В тот момент я рыдала. Я рыдала целый день, потому что мне было себя безумно жалко. И ту работу тяжелую, которую я проделала. Следующая история. Дальше, пожалуйста. Знаете, происходило со мной не один раз. Она со мной происходила целых три раза. Итак, 2013 год, чемпионат мира по фитнесу. Все самые лучшие, все самые красивые, все самые достойные приезжают на мировое опередство, чтобы доказать и показать, что они лучшие. Финал проходит таким образом, точнее награждение. Пять финальных участниц выходят. И награждение идет с пятого по первое место. И вы не знаете, к сожалению, какое у вас будет место, пока вас не наградят. Итак, финал. Объявляют пятое место, четвертое место. Хочу сказать маленькую ремарочку. Я приехала с претензией на пьедестал. Потому что на то время я была двукратной чемпионкой мира по молодежи. Это категория взрослые. И я знала, что я достойна быть на пьедестале. Итак, объявляют третье место, дальше второе место. Я услышала свое имя, я получила серебро. Я была довольна, потому что это очень круто с первого раза во взрослом турнире попасть на пьедестал. И знаете, даже было очень, скажем так, лучше, что я не получила золото. Потому что мне ничего не расслабило. И я могла идти дальше, у меня была следующая ступень. Это было намного лучше, даже получить серебро. Весь следующий 2014 год я готовилась к турниру. В голове только одна картинка. Я хочу золото, первое место. Я работала, работала, работала. Итак, Канада. Финал. Награждение. Говорят, объявляют. Пятое место. Четвертое место. Третье место. В этом моменте становится очень страшно, если честно. А вдруг не получилось. Ну, конечно, я слышу свое имя, фамилию. У меня серебро. У меня второе место на чемпионате мира. Для меня... Вы знаете, для меня тогда это был большой проигрыш. Что я делала весь прошлый год? Как можно работать ежедневно и получить тот же результат? У меня ответа не было. Я была очень расстроена. Я уехала домой и сказала, что 2015 год это будет мой год. Перед этим официально заявила, что это будет мой последний чемпионат. Я ухожу со спорта, потому что это уже был по сумме мой десятый чемпионат мира. Я понимала, что пора заканчивать. То есть я сожгла все мосты. Я ухожу с порта. У меня один шанс из одного, чтобы выиграть. Я готовилась. Итак, Венгрия, финал. Пятое место объявляют. Четвертое место объявляют. Объявляют третье место. И здесь такой момент, знаете, как будто вы пришли в казино, собрав все свои деньги, все свои сбережения, еще удолжили у друга и поставили все на рулетку. И тут момент, когда запускается барабан и бежит шарик. И ты такой, боже мой, как страшно. Если честно, было очень страшно. Говоришь, можно в мыслях, может кто-то за меня тут постоит. Пожалуйста, пожалуйста. Итак, этот момент наступает. А ведущий специально говорит все медленно. Он понимает, какой сейчас момент. Я слышу свое имя. Я третий раз на чемпионате мира получаю второе место. Я официально закончила со спортом. Я понимаю, что моя самая большая мечта выиграть чемпионат мира по взрослым не реализуется. У меня нет шанса. Все. Все закончилось уже. В тот момент я еще не понимала. Я не видела всю картину. И еще не знала, что у победы есть своя дата. Следующая история. Дальше, пожалуйста. Следующая история перевернула всю мою жизнь. И эта история я делю условно всю свою жизнь до этого момента и после. Это произошло два года назад. Была обычная тренировка. Я буквально неделю назад выиграла очень крутой турнир. У меня только начинался сезон. Я была в самой лучшей своей форме. И одна тренировка перевернула все, что было, скажем так, до и после. Давайте вот что. Представьте себе мешок сахара. 50 килограмм. Такой огромный, который невозможно сдвинуть. Его тяжело поднять. Подвинуть невозможно. А теперь давайте добавим еще 10 килограмм. Итак, 60. 60 килограмм. Именно такой вес в тот день упал мне на плечи. Я сделала ошибку. И в тот момент я получила компрессионный перелом позвоночника. В тот момент я пережила самый свой большой страх. Когда ты не знаешь, что будет дальше, ты не можешь контролировать ситуацию. Я боялась, что я не смогу ходить. Я повторюсь, что я верю и я знаю, что у небесной канцелярии где-то там написаны сценарии, которые намного круче, намного интереснее, нежели то, что мы можем сами себе придумать. Так вот, пожалуйста, дальше. После своего самого провального турнира, через две недели я выиграю с блеском турнир в Румынии и потом через неделю сразу в Испании получаю еще одну медаль. Дальше, пожалуйста. После того, в прошлом году, в 2017 году, в декабре, 2017 года, после того, как я ушла из спорта, после того, как я получила серьезнейшую травму, моя мечта осуществилась. Я стала не просто чемпионкой мира по фитнесу, я стала абсолютной чемпионкой мира по фитнесу. Я об этом даже мечтать не могла. И после, как видите, со здоровьем все хорошо. В момент, когда у меня случилась травма, у меня было очень много свободного времени, потому что первый месяц мне нельзя было двигаться, я просто лежала. Следующих два месяца мне можно было только ходить. И самое тяжелое, что можно было брать в руки, это мобильный телефон. И то не рекомендовали. Поэтому у меня появилось огромное количество свободного времени, я думала, что же мне делать. Я пошла в обучение, я начала изучать вопросы диетологии и здорового образа жизни, вопросы. И сегодня, сегодня стою на этой сцене, сегодня вам рассказываю свою историю. Сегодня я могу помогать десяткам и сотне людей через свои вебинары, публичные выступления, семинары и курсы. Сейчас я веду свои курсы диетологии и помогаю многим-многим людям, отвечая на их вопросы, что делать и как жить дальше. И как поменять свою жизнь на лучшее. Следующий слайд, пожалуйста. Вы знаете, я верю в то, что под самым сильным и тяжелым давлением рождаются алмазы самой высокой пробы. Дорогие мои, верьте в себя. Вы не знаете, что вас будет ждать дальше. Делайте следующий шаг. Живите. И всем, всем добра. Спасибо вам большое. Оксана Орабец.